Добрый день! Я считаю, что пенсионеры после выхода на пенсию должны освобождать квартиры, потому что эти квартиры реально нужны молодым семьям. Плюс государство сэкономит огромные деньги, освободятся места в санаториях и больницах. Пускай они проявят свою любовь к молодым, это ли не является вообще выражением любви к ближнему? Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Вообще такие мнения уже были, они довольно древние, стариков уничтожали, детей больных уничтожали, вообще людей, которые с какими-то отклонениями уничтожали. Мы знаем, что это было в древней Спарте, там и в других государствах. Ни к чему это хорошему не привело. Если мы проявляем любовь к ближнему, не важно, кто он, и не важно, в каком состоянии он находится, то мы при этом уничтожаем общество человеческое. Нам кажется, что мы при этом можем сделать его более здоровым, более жестким, более выносливым, более жизнеспособным. На самом деле оно становится менее жизнеспособным. Вы знаете, это в природе везде, кстати говоря. Мягкость, она является самой большой силой, самым большим подсобием для выживания. Представьте себе, если бы вы колеса в машине сделали бы из стали, что бы чувствовал бы человек, сидящий в машине, и сколько бы продержались бы эти колеса, и вся машина. А вы сделали их мягкими. И вот на ухабах, на ушибах жизни вы можете спокойно перемещаться. Так вот, жесткость, она на самом деле нехорошее свойство. И в технике, вы смотрите во всей новой технике, все построено на мягких сочленениях, на свободах передвижениях, на всевозможных, как сказать их, усилиях или векторах свободы. Только в этом проявляется развитие. Поэтому сеть, которая нами управляет нашим миром, насколько она гибкая, насколько в природе это все устроено, вы не можете так жестко ничего сделать, вы этим ничего не достигнете. Причем я вам скажу, это сегодня вам 30 лет, а через 20 лет вам будет 50. И будет постановление уже такое, может быть, в новом поколении. Когда вам скажут, знаете, после 40 лет человек уже вообще не... Жалко, что мы не можем человека сразу же рожать и в течение там нескольких недель доводить до 20-летнего возраста, когда его можно в армию, на работу, до 40 лет отработал и все. И его в расход, в утиль. Причем в утиль такой, чтобы можно было из этого тела там получить какие-то там удобрения или чего-то и так далее. Если вы таким образом будете поступать, то у вас в итоге исчезнет человечество. Природа вам не даст такого сделать, но подход этот, он совершенно неблагоразумен. Потому что основная, вся часть, вечная, великая, главная сила природы – это сила любви. Если мы вникаем в процесс жизни, в молекулах, в белках, в синтезе того, что происходит в организме, это все построено на взаимном сочетании, на взаимной любви. Клетки отмирают сами, постепенно, в мере того, как они не могут отдавать, не могут уже соединяться с другими. Их поддерживают до тех пор, пока в состоянии они, затем организм их выводит и так далее. Происходит регенерация. То есть это все процесс, который основан на любви к ближнему, а не на взаимной ненависти и на получении сиюминутных якобы каких-то выигрышей. Они никогда вас к выигрышу не приведут. Каббала абсолютно против этого. Так же, как против какой-то утилизации стариков или там несчастных родившихся и так далее. Мы должны ко всем о всем относиться как к любимым нашим близким и не иначе. Если человек желает уйти из жизни, если он желает что-то сделать с собой, это его дело. Мы ни в коем случае не должны им в этом потакать и помогать. Никак. Мы не знаем всех законов природы и не знаем, сколько человек даже выигрывает от того, что он страдает перед смертью. Это я вам просто хочу на всякий случай сказать. Если бы люди знали, что приносит им это страдание, они бы и от него бы не отказались. Вот, пожалуй, все по этой теме. Мне очень жаль, что есть такие общества, которые воспитывают людей, которые считают, что когда люди уже якобы не приносят непосредственных благ, то их можно уничтожать. А то, что они когда-то производили, мы это просто отберем. Такое общество существовать не сможет. Оно само себя просто поглотит. И я думаю, что это и видно, в том числе потому, что происходит сегодня в России. Надо бояться этого. Против закона природы нельзя идти. А природа, она действует по-другому.